Будущее где-то рядом, господа, в эфире программа Будущее где-то рядом, в эфире Александр Неклеса. И гость сегодня у меня в студии Фёдор Вадимович Шилов-Коведяев, политолог, историк, директор Российского общественного политического центра и в своё время первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. А побеседовать мы с ним хотим, ну вот, собственно, мы побеседовать хотим именно на темы мироустройства. Я обозначил тему следующим образом. Инновационное мироустройство, холмистый пейзаж планеты. На мой взгляд, современный пейзаж планеты, он действительно, может быть, даже не просто холмистый, а гористый. Правда, холмистый — это такой специфический термин, который современные методологи используют для того, чтобы отличить прежнее политическое пространство, такое просвещенческое, ровное, где сколько идёшь, столько проходишь, от той совершенно новой реальности, где один шаг тебя может привести, либо вознести на гору, либо куда-нибудь окунуть в какое-нибудь болото. К разговору можете присоединиться вы, господа, радиослушайте телефон наш, вы знаете, новый телефон 6510996. Повторю его ещё раз, 6510996. Код города 495. Ну а учитывая распространение скайпа, я и код страны назову плюс 7. Ну и также название нашего сайта finam.fm. Тут тоже можно задавать вопросы, реплики, суждения. А мы перейдём к разговору, наверное, Фёдор. Давайте, давайте, Елкин. Вот о чём мне вас хочется спросить. Вы начинали политическую деятельность, вы начинали строительство российской внешней политики в те самые, можно уже теперь сказать, баснословные года, начало 90-х годов, и как, по вашему разумению, соотносятся прошлые мечты и та нынешняя реальность, в которой мы живём? Был ли у России другой шанс? Или же вот то, что произошло в 90-е годы, в нулевые годы, это то естественное событие, которое, ну, с большей или меньшей вероятностью, оно было неизбежно для страны, называемой Россией или Российской Федерации? Ну, видите, если говорить об истории, то вообще мы видим по всем крупным социальным изменениям, что на смену какой-то коренной перемене всегда приходит сначала Брюмер, а потом Термидор. Да, то есть мы сейчас живём в эпоху Термидора. И это вполне логично, вполне логично. Другое дело, что я бы не сказал, что, скажем, мы в правительстве Бориса Николаевича Ельцина, поскольку тогда он возглавлял правительство, а Гайдар был его первым заместителем, ну, иногда говорят правительство Ельцина и Гайдара, иногда просто правительство Гайдара. Первым заместителем, по-моему, был Бурбулес, насколько я помню. Нет, был Бурбулес и... Статс-секретарь тогда была такая экзотическая должность, недолгое время. Да, и одновременно Гайдар. Но Гайдар как бы воспринимался как премьер, действительно настоящий действующий премьер. Так вот, мы романтиками, в общем-то, не были. То есть мы вполне себе понимали тяжесть ситуации, в которой мы находимся, и старались из нее выйти оптимальными путями. Другое дело, что действительно у многих граждан, и даже у многих коллег-депутатов, потому что я был одновременно тогда, по закону можно, был одновременно и депутатом, и первым заместителем министра, было, именно вот у демократически настроенных депутатов, было некоторое такое романтическое представление о том, что Конгресс Соединенных Штатов может им замениться как КПСС, то есть будет такой матерью родной, которая будет... Ну, это и сохранилось, правда, в несколько другой постасе, как Вашингтонский обком. Да, о них, значит, вот печься, там, думать все время, там, с утра до вечера и так далее, и так далее. Я помню, что мне даже приходилось с трибуны Верховного Совета пытаться умерять такие аппетиты вот у демократической части депутатского корпуса, поскольку, ну, приходилось объяснять, что на минуточку Конгресс Соединенных Штатов у президента есть нация, свои 350 миллионов человек, да, и вообще мир не сказка. Да, надо думать сначала о них, и потом, если мы действительно такая большая и сильная страна, почему бы они должны думать о нас, да, в конце концов, есть кому направлять помощь, то же самое Гаити, да, там, и масса других стран, которые реально не могут выжить без внешней поддержки. А мы там считаемся талантливыми, умными и сильными, так поэтому должны сами действовать. Был романтизм, безусловно, и мы знаем, это прекрасно, это было, в конце концов, опубликовано, там, и конец истории Фукуямы, да, и работы начала 90-х годов Хантингтона о том, что, ну, вот все, как бы сейчас мир просто придет в соответствии с теми стандартами, которые выработаны американской демократии. Причем это тоже, кстати, вот вы сказали, это тоже, к сожалению, до сих пор до конца не изжито, потому что, вроде, казалось бы, действительно, американцы переосмыслили эту позицию свою, поняли, что мир намного сложнее устроен, чем, может быть, им хотелось бы, но вдруг мы вот тут слышим уже три заявления Обамы о том, что Египет должен немедленно переходить к нормам демократии, максимально приближенным к западным, ну, читая американским там, прежде всего, о том же заявляют друг лидеры Европейского Союза, вот два дня назад, собрашиваясь в Брюсселе. Да, и возникает огромная проблема, на какой платформе реализуется та или иная институция. Да, да, нет, просто полное непонимание того, что если вот сейчас просто, да, вот Мубарак уйдет, все бросит, да, и будут в экстренном порядке, то есть, а если он уходит, то это надо делать в течение трех месяцев, по-моему, по ныне действующей конституции, а может быть, даже и двух, я боюсь ошибиться, будут произведены новые выборы, значит, соответственно, надо будет отменить запрет на партию братьев-мусульман, и мы получим букет очень интересных, может быть, для марсиан, которые будут смотреть на это извне, да, но очень сложных и очень потенциально неприятных для нас вещей. Я уж не говорю о том, что, в конце концов, у нас есть миллион с лишним наших соотечественников, живущих в Израиле, да, по которым все это ударит, о которых тоже надо бы подумать в этой ситуации. Ну, и американцам надо бы подумать тоже о своем стратегическом союзнике на Ближнем Востоке, да, которым является Израиль. То есть вот такой романтизм, к сожалению, есть в некоторых представителях политического класса, в том числе самых высших представителей. Вечер в пятницу мы можем себе как-то позволить шире взглянуть на вещи, порассуждать, может быть, о том, о чем конкретная политика не особенно задумывается. И вот у меня возникает следующее соображение. Вот это расхождение между определенными теоретическими построениями, ну, как, знаете, в поговорке рисовали на бумаге, ровно было, но забыли про обраги. Так вот, эти построения, они как бы вот теоретически, рационально, они звучат весьма привлекательно. На демократия, власть народа, вы устроили, кстати, и в России мы через это прошли, устройство институций соответствующих, которые выражают через своих представителей, депутатов, власть и интересы народа, и наступает такое царство гармонии. В жизни сплошь и рядом мы видим, что это не так, а особенно мы видим в тех странах, которые вы только что назвали. Действительно, вот эта серия революции, тунисской, египетской, 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 в Иордании, мы видим сволнение в Алжии. Я скажу сейчас достаточно еретическую мысль. В Киргизии, кстати, не дам. Вот мне просто интересно, как вы к ней отнесетесь. Вот смотрите, мы говорим о том, что 20 век, конец 20 века, это эра глобализации. Но ведь это своего рода глобализация 2. У нас уже была одна глобализация где-то в конце 19 века, в начале 20 века. Читаешь романы Агаты Крести, люди путешествуют по миру, вообще никаких паспортов нет. Нет, потом давайте с вами вспомним Тойнби, который описывает свои впечатления восьмилетнего мальчика, когда праздновало 60-летие правления королевой Виктории. Он стоял по поднятой отцом на подоконнике и видел, как мимо него дефилируют воинские части всех народов, которые входят. Да, всех рас, разные цветы тоже разные. И он говорит, что у меня возникло ощущение, которое потом я интерпретировал как ощущение конца истории. Вот, вот. Да, а случилось это, как мы помним, за 6 лет до Первой мировой войны. Вот вы знаете, я где-то об этом и хочу повести речь. То есть была некоторая формула... Нет, не за 6 лет, больше, да, это был конец 19 века, да-да-да. Но все равно, это очень быстро случилось, да. Важно качество, как я тогда говорила. Очень быстро случилось по историческим меркам, да-да-да. Так вот, создавалась некоторая целостная культура на Земле. Культура достаточно толерантная, гибкая. Не в том смысле даже, ну, правильно, наверное, сказать, христианская культура. Но ведь это была очень интересная культура. Она была, она, я не знаю, это еще секулярная культура. Это культура, которая допускала свободное существование других культур. Там не было таких эксцессов, как вот, ну, я не буду называть конкретные культуры, где за переход из одной религии в другую просто-напросто отсекают голову. Вот это... Ну, правда, это сейчас уже не практикуется практически. Почему не практикуется? В Афганистане сидит человек под приговором. В Саудовской Аравии что-то подобное, по-моему, тоже имеет место. Там, сям, такие вещи происходят. Нет, эксцессы бывают. Но как повседневная и постоянная практика, все-таки это уже... Знаете, что является альтернативой отсечению? Пожизненное заключение. Я думаю, это тоже особенно не понравится. А если даже не пожизненное, а 20-летнее тоже. И мне что важно? Что по Земле распространялась некоторая форма целостной культуры, которая допускала существование разных цивилизаций, которая создавала целостный мир свободного передвижения, создала ту самую индустриальную экономику и вдруг споткнулась. Вдруг споткнулась. Споткнулась миссия. Споткнулась колонизация. Колонизация у нас, конечно, это такой черт из табакерки, которую мы воспринимаем сугубо в негативном аспекте. Но мы... Как-то вот, знаете, здесь такой странный парадокс. Колонизация для нас одновременно рабовладение. Мы забываем о том, что колонизация во многом уничтожала рабовладение, которое развивалось до этого на базе совершенно других этносов и других культур. Ну, это уж совсем такая неполиткорректная тема, которую я затрагиваю. Ну, пятница, вечер. Вот мы можем поразмышлять. Я думаю, что не произошел ли срыв цивилизационный в это время, когда просто, ну, вот, силенок не хватило на то, что на тот порыв, который продолжался на протяжении двух тысяч лет, ведь две тысячи лет мощное движение цивилизации, мощное освоение мира, которое связано действительно было с христианской цивилизацией и в ее секулярной форме, и в других формах. И вдруг наступает этот странный XX век, как вы сказали, он начинается с Первой мировой войны, потом, кто говорит, Вторая мировая война, кто говорит, Вторая фаза, Второй акт этой Второй мировой войны, потом Третья, бескровная, но тоже с огромным количеством на самом делом жертв. Вот все это заставляет как-то, знаете, не по-школьному взглянуть на исторический процесс, а по-другому. И мне интересно с вами, как с профессионалом в этой сфере, именно посмотреть вот на всю эту парадоксальность человеческой истории, куда же мы движемся действительно, движемся ли к миру, одно время существовало новый мировой порядок, и критиковался, как плохо, что Америка устанавливает новый мировой порядок в мире. Потом возник разговор, что нет, новый мировой беспорядок или мировая анархия, и вдруг начали чесать затылок. А так ли это хорошо? Если вот взять Америку, вынуть и куда-нибудь отправить на Марс, что произойдет с миром? Что произойдет с этими маленькими, но очень агрессивными, как их назвать, режимами? Да, ну и тоже не обязательно маленькими, да? Да, иногда даже и очень внушительными. Короче говоря, куда ни кинь, везде клин. И вот, коль скоро тему мы обозначили, как я ее еще раз так четко прочитаю, инновационное мироустройство, холмистый пейзаж планеты, ну, может быть, вы позволите себе, в качестве ученого, политолога, истории, более широко взглянуть на те парадоксы, на те упущенные или, может быть, неиспользованные возможности цивилизации, и вообще на тот горизонт 21 века, который открывается? Ну, смотрите, сейчас стало очень модным в самых разных кругах и в самых разных контекстах рассуждать о конце света, да? Такое количество голливудской продукции просто занимает. При этом я бы сказал, что если подойти к этому вопросу рационально, то станет очевидно, что в каком-то смысле мы живем уже в процессе конца света. В каком смысле? Как мы помним... Он нам объявил конец истории. Нет, нет, нет. Как мы помним, век просвещения по-французски называется «Секль де Лемьер», то есть «Век света». А сейчас говорят даже «Финдэ Миллениум». Да, вот. Конец тысячелетов. Да, нет. А в этом смысле можно точно сказать, что мы живем в эпоху конца просвещенческой парадигмы. Да. То есть вот в этом смысле мы живем в конце вот этого «Секль де Лемьер», то есть «Века света», да? То есть мы живем в состоянии конца вот этого света, света в этом понимании. Чем он отличается? Он отличается безграничной верой в могущество человеческого разума. Неограниченное могущество человеческого разума. Это принесло свои в том числе негативные эффекты в экономике, в технологии, и в том числе это принесло свои негативные эффекты в политике и в мироустройстве тоже. Потому что, знаете, ведь вот мы редко задумываемся, почему, скажем, люди исповедующие иудаизм носят кипу, да? Одно из объяснений такое, что это напоминание о том, что выше тебя всегда что-то есть, да? То есть вот как бы ты не просто там прикрываешь макушку, да? А ты носишь на себе напоминание о том, что как бы ты тут не главный, да? Есть какие-то более могущественные... Какой важный символ для современного мира. Да, в этом смысле, кстати, тоже показательно, что политически более устойчивы те режимы, где существуют конституционные монархии, на конституционной монархии, да? Потому что всегда... Хорошо, вот так английскую королевскую по... Да, да. Тот, который, ну там, не знаю, можно и шведского короля, и испанского тоже, да? Вот. Потому что тот, кто не принадлежит к королевской семье, никогда не будет первым. Да, то есть ты можешь быть блестящим премьер-министром, ты можешь быть, там, не знаю, публичным политиком, парламентарем, но первым ты никогда не будешь. Хотя вроде этот первый, вот такое, в общем, достаточно декоративное существо в политическом пространстве, тем не менее, как бы у тебя есть ограничитель, да? То есть у тебя... Ты понимаешь, что есть некие более высокие вещи, да? Я вас услышал. Королевизм снимал дикость, снимал деревню, снимал то, что несло с собой вот это вот дремучее сознание, связанное с язычеством, с верой в духов и так далее. Но вместе с водой он выплеснул ребёнка, и мы получили общество, в котором всё меньше и меньше ценятся высокие духовные ценности, правильно? И не только это. Дело в том, что, вы понимаете, современная интерпретация прав человека пришла к тому, что это фактически свобода самовыражения. А это уже колоссальный вызов всему, да? Если можно самовыражаться, там, я не знаю, ультралевым, почему нельзя самовыражаться нацистом, скажем, да? На каком основании мы их будем преследовать? И так далее, и так далее, да? То есть всё равно, вот правильно, да, должна существовать некая рамка, да? Вот Господь сказал, нельзя того-то, того-то и того-то. И это не обсуждается. Вот я придерживаюсь с такой точки зрения. Фёдор, и когда я говорил о том, что мы будем говорить не совсем политкорректно, а очень широко, я даже не ожидал, что мы зайдём в такие драматические материи.